Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас я дойду в сторонку, а тут очень светит все в глаза. Власно, мне очень важно иметь контакт. Меня зовут Михаил Митропольский. Контакт с вами. Я имею в течение последних 40 лет на журнальной сцене в разных ситуациях. Но в клубе Алексея Козлова мне на эту сцену забираться приходится. Все, второй раз, первый раз это происходило тогда, когда клуб только открывался. Мы все были чрезвычайно рады этому обстоятельству. И рады тому, что жизнь клуба продолжается в новых, очень уютных, приятных условиях для самой разной музыки. И вот сегодня как раз будет возможность нам эту мысль подчеркнуть и доказать. Потому что главное, первое предназначение клуба Алексея Козлова это все-таки музыка в направлении идущей фьюжн, соул, такой вот джаз такого типа. Но, как вы прекрасно понимаете, джаз чрезвычайно разнообразная музыка. Более того, очень многие его виды и не стремятся называть себя джазом. Ничего в этом страшного нет. Даже иногда очень хорошо. Например, Дюкалингтон считал, что его музыка не джаз, а один из видов афроамериканской музыки. Ну и Джон Калтрейн тоже не стремился называть себя джазом. В общем, многие творческие люди не стремились к этому названию, имея в виду, что под этим имеется какой-то шаблон представлений. Так вот, проект «Второе приближение», который следует на сцене в клубе Козлова, в этом варианте, в новом клубе Козлова впервые, он как раз и находится вот на таком пограничье. Находится давно. Проект Андрея Разина, лидер проекта, композитор, пианист Андрей Разин, этот проект был создан 19 лет назад. В октябре месяце был день рождения. Скромно отмечалось 19-летие, но на самом деле это, конечно, очень условная дата. Люди, которые собрались под названием «Второе приближение», все имели уже огромный музыкальный опыт к тому моменту, уже тогда. Разный музыкальный опыт. Татьяна Комова уже была в то время заслуженной артисткой России, пела как в джазе, так и в джазовую музыку, занималась фольклором, была известна даже в цыганском обличье. Игорь Ивановичкин в основном был выходцем из мейнстрима, а здесь как раз шла речь о музыке другой. И опора, в первую очередь, шла на некие традиции фирмы Сием. В стиле, который был создан в немецкой фирме Сием на тот момент, потому что Сием меняется, и сейчас это совершенно другое направление, другая стилистика. А стиль, который создавался этими музыкантами, он был основан на неком художественном воплощении своих собственных корней. Вот это чрезвычайно важно, потому что это оригинальная музыка. И в своей дискографии, в своих огромных гастролях десятки стран, в которых выступали музыканты, включая Соединенные Штаты Америки, Китай, Израиль, и очень многое в Европе, все это показало востребованность такой музыки. Это музыка оригинальная, это музыка, которая представляет с одной стороны джазовые корни, закамуфлированную, с другой стороны нашу собственную российскую культуру, очень многообразную культуру, которая включает в себя и многие европейские влияния, и даже индийские влияния. В любом случае, это далеко от темы с вариациями. Это композиторская музыка, в которой импровизационный элемент не ущемлен, а наоборот, занимает очень важную, играет очень важную роль. Вообще, мне чрезвычайно приятно, что в последние дни, в последнее время в Москве пошел такой вал, волна музыки, в которой композиторское и импровизационное начало объединены очень сильно. Это у нас тут присутствует, в нашей общей радости, так сказать, можно сказать, человек, породивший это направление очень много лет тому назад, Слава Ганелин, живущий в Израиле, он приехал сегодня специально на концерт, а позавчера он играл с Алексеем Кругловым, хорошо вам известным с экспонистом и Олегом Юдановым, это их такой постоянный коллектив, я кто выступающий, но постоянный, тоже играл музыку вот такого типа. Она совершенно другая, но вот ее составляющие, мощное композиторское начало, может быть, в живом времени, может быть, заранее неподготовлено, но все равно она есть, и вот эта импровизационность невероятная, которая, значит, представлена и во втором приближении. Засательный Пепрович 3 во второе приближение, так называется по-английски, это название, которое пришлось мне придумывать, равно как и название одиннадцатого диска, впрочем, у предыдущих некоторых дисков, у них большая дискография. Одиннадцатый диск называется Rezi War. Этот диск, если вы кто-то знаком с творчеством второго приближения, этот диск отличается от всего того, что было создано до сих пор. Здесь больше свободы, здесь больше надежды на опоры, на некую импульсивность, спонтанность мышления, которые, тем не менее, импровизационную вот эту основу имеют. Диск этот назван Rezi War по названию крепости в венгерском городке Rezi, такой поселок, который раскинулся на холмах. Мы там бываем, это удивительное место. Бывают музыканты 3-2 приближения, я там тоже бываю. Это поразительное совершенно место, которое объединяет в себе какую-то свободу, с одной стороны, невероятную, а с другой, то, чего нам всем здесь очень сильно не хватает. По всем этим лесам, холмам расплылось в улыбке некая доброжелательность. Вот эта доброжелательность, она есть в этом диске. И хотя о нем уже написана рецензия, в которой написано, что там есть элементы агрессивности. Да, есть элементы агрессивности, но это музыкальный язык, это не характер этой музыки. А сама музыка чрезвычайно доброжелательна и расположена тем, кто слушает вот к этим холмам, ко всей земле, на которой мы живем, ко всему сущему, что нас окружает. Это совершенно поразительная работа. Диск этот сегодня представлен, будет, он подается, он есть, он выпущен компанией Fancy Music. В создании этого диска участвовали не только музыканты 2-го приближения, я еще раз их назову, это лидер Андрей Разин, это певица Татьяна Комова, и к мирбасисту Игорь Ивановичкин, но еще и многие другие люди. Это Олег Тимофеев, замечательный звукорежиссер, который работал над этим диском в студии звукозаписи. Это художник, картина, чья картина оказалась на обложке этого диска, Алексей Саксонов, он тоже здесь сегодня у нас, вот за тем столиком сидит. Олег Тимофеев, где? Тут темно не видно. Здесь Олег? Мы с ним здоровались, он где-то должен быть. Наверное, где-то здесь. Потом мы его представим. Это Сергей Красин, лидер, компания лидер лейбла Fencing Music, который, к сожалению, под всякими обстоятельствами не смог приехать, который очень с большим интересом отнесся к этой работе, и вот она появилась на этом лейбле. Еще целый ряд людей, которых, наверное, я вспомнил, именно музыканты мне подскажут, которые так или иначе принимали участие в этом диске, но диск этот появился, и сегодня он будет представлен причем в двух отделениях, большой концерт, в котором в начале, в первом сете прозвучит музыка из этого диска, не вся, не все композиции, и потом, когда я говорю эти слова, прозвучит музыка из диска, это тоже нужно понимать своеобразно, соответственно, стилю этой музыки. Она не может прозвучать в том виде, в котором она на диске записана. Эта импуляционная музыка, она будет, конечно, по-другому звучать, но основа это вот то, что на этом диске, так что вы будете иметь возможность послушать в живом этом звучании эту музыку, а потом на диске не ее вариант. Ну, а второе отделение, это будет такая ретроспектива творчества второго приближения, которое весьма обширно и может составить, конечно, не одно отделение. Сейчас мы переходим к первому отделению. Я должен только сначала показать, конечно, вот этот диск, вот он, Рези Вар, The Second Pro Watch Trio и пригласить на сцену музыкантов этого самого трио. Итак, трио, второе приближение. Прошу вас на сцену. Андрей Разин, Татьяна Комова и Игорь Ивановский. И приглашают четыре композиции. Я их сразу же все объявлю. Петьяк Чарда. Чарда, наверное, многие знают, кто бывал в Венгрии. Таверна такая. Это замечательное шею на месте. Мы всех приглашаем. Затем сказка. Петюфе вальс. Петюфе, это был такой человек. На самом деле вещь идет о улице Петюфе, которая посвящена этот вальсу. Ну и, наконец, паприка блюз. Без паприки венгерская действительность невозможна. Нереально. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дия permet Добавил DimaTorzok очень вкусно вот ну и естественно паприка плюс вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Игорь Иванович, Андрей Раджин. Вы знаете, я хорошо знаю поскольку Резивар, слушал много раз. То, что я сейчас слышал, это было абсолютно впервые. То есть, действительно, вы сможете в этом убедиться, если вы купите пластинку. Это не означает, что вы обязательно должны ее покупать, но, тем не менее, разница очень существенная. Это довольно забавно. Саму пластинку я еще раз покажу. Она там продается, и кроме того, там целая дискография, хотя и далеко не полная, потому что новая уже навсегда продана, навсегда исчезла из дискографии второго приближения. Но кроме второго приближения, там есть еще и работы, сольные работы Игоря Ивановича и Андрея Разина. Андрей Разина с барабанщиком Олегом Юдановым. Дуэт. И самое интересное, это только что вышедшая пластинка, диск, детский, записанный Андреем Разиным и Татьяной Комовой. Это диск на стихи поэта Николая Носова, который все серии не знает. Это песенки про каратышек. Музыка написала Андрей Разин, Татьяна Комова все это спела. И, на самом деле, это совершенно необычный диск. Дети, которые слушали еще до выхода этой пластинки свет, одну на CD-болванках всяких, они затирали эти CD-болванки просто до дыр. Я это знаю на собственном опыте, так что я очень случайно рекомендую. Этот диск тоже там есть. Ну а сейчас перерыв, и после этого такая другая музыка, ретроспектива второго приближения. Слава Богу, там есть что да посыпешься. Мы начинаем второе отделение, второй сет нашего концерта. Как я уже сказал, музыка здесь будет иной. Она имеет происхождение из предыдущих вот этих лет, из предыдущих дисков, из предыдущих гастролей, из предыдущих эмоций. Но прежде чем начнется этот сет, я хотел бы довести давшую сведения и некую информацию. Вот здесь где-то неподалеку находится Алексей Круглов, такой в общем резидент нашел. Где он находится? А, вот там, да? Алексей просил сообщить о том, что 20-го числа будет презентация здесь, на другом этаже, да? Да. Будет презентация диска, его дуэт с барабанщиком Баргазановым. Вход свободный. Вход свободный. Вот очень важный момент. Ну если постараться здесь тоже вход свободный. А выход? Выход? Нет. Выход, конечно, сложнее. Ну, а вы не понимаете. Сходи, не можете выходить неплохо. Конечно. Да, да. А второй информационный повод вот такой. У меня второй год заканчивается уже концерт-флекцией в Третьяковке на Крымском балу. Там каждый четверг идут такие вечера под названием «Ваш двадцатый век». Ну, джаз, как вы понимаете, является частью культуры двадцатого века. И один раз в месяц такой четверг отдал джазу, истории джаза, о которой я рассказываю. Это концерт и лекции. Я рассказываю, я показываю видео. Выступают музыканты, которые достаточно точно отвечают стилистической направленности вот этой лекции. И вот к этому моменту мы добрались как раз до европейского джаза, до темы, которая называется «Композиция против импровизации» или наоборот. Ну, «против» здесь очень условно, конечно. Соотношение у них довольно сложное. Так или иначе, европейская музыка имеет свой подход, имеет свой путь, который уже давным-давно разрабатывается. Этому пути уже не один десяток лет. И второе приближение будет являться, так сказать, иллюстратором по возможности на этом концерте. Это будет происходить 23-го числа, в четверг, в Третьяковке, на Крымском балу еще раз подчеркиваю. И, конечно, музыканты будут играть другую музыку, то есть они будут играть свою музыку. Они всегда играют только свою авторскую музыку, но, тем не менее, эта программа будет специально построена так, чтобы подчеркнуть некоторые особенности европейского джаза. Вот такая у нас программа в ближайшее время. Но самое в ближайшее время – это второй сет, и я приглашаю на сцену трио «Второе приближение». И несколько слов о том, что вам предстоит услышать. Это действительно пьесы, которые являются такими вехами в их истории. Первая называется «37.1». Собственно, также называется один из дисков, который там продается. «37.1» – это, как вы понимаете, температура, при которой начинается болезнь. На самом деле, у этого названия достаточно длинная история, связанная, конечно же, с тем, что каждая попытка вынести эту музыку, когда она была создана, вынести ее на сцену, сопровождалась тем, что кто-то из участников ансамбля заболевал. И эта попытка проваливалась. Ну, наконец, этот рубеж был пройден, но, тем не менее, название осталось. Вторая пьеса называется «Собор Святой Анны». Она родилась в очень необычных условиях. Очередное выступление второго приближения было, это было достаточно давно, в начале этого века, было в Вильнюсе, где стоит, наверное, многим известный «Собор Святой Анны». Удивительное совершенно сооружение готическое, которому еще там Наполеон собирался увезти в Париж эту церковь. И мы все вместе были там и зашли в эту церковь, в которой в это время службы там не было, но там сидели две женщины в темноте, одна из которых напевала одну фразу, очень напоминающую гигарианский хорал. И когда мы вышли, потрясенные вот этим звучанием в темноте из этой церкви, я сказал Андрею, что обязательно должен быть сочинен хорал, только современный. И вот он появился, он называется «Собор Святой Анны». Он тоже есть на пластинке, которая называется «Пространство событий». Затем вы услышите пьесу «Ронда Артюрка». Это пьеса из альбома, посвященного Дэйву Брубику. С Дэйвом Брубиком второе приближение связывают некие важные нити, внутренние и внешние, потому что Брубик в свое время написал удивительные совершенно слова о творчестве второго приближения. И когда он умер, появилась пластинка. Она тоже здесь есть, диск под названием «The Day for Dave». Диск, который основан на темах Брубика, но они совершенно не похожи на то, как это игралось у Дэйва Брубика. Это опять их авторское видение этой музыки. Музыке очень близко к борту второго приближения. Вот здесь как раз наиболее серьезная, я бы сказал, музыка присутствует. Ну и наконец последнее «Джаз Давай». Довольно старая пьеса в их репертуаре, которая тоже имеет свою историю. Вообще говоря, изначально связана с Рэй Брауном. Рэй Браун, когда он приезжал в Москву, по-моему, это был единственный раз в нашей истории, и в Лек-Клубе… В Лек-Клубе принял. А? В Лек-Клубе принял в Лек-Клубе. Это в оркестре. А тогда он приезжал с малым составом. В Лек-Клубе они выступали. В общем, там получилась какая-то странная ситуация, которая Рэй Брауна не очень понравилась. Он сидел, сидел, говорил, «Джаз давай!» Ну и вот эти возгласы «Джаз давай» они иногда слышны в залах, которые привыкли к такому стандартному джазу, обычному джазу. Ну, на самом деле, мы их не слышали, но вообразили, что такие возгласы могли бы возникнуть в каком-нибудь зале. Так возникла и эта пьеса. Играет музыка. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА